Привет всем! Ингибиторы ангицид-прощающего фермента и блокады рецепторов ангиодензина-2 относятся к основным группам лекарственных средств в контроле артериального давления у пациента с артериальной гипертензией. В видео ингибитора ангиодензина-прощающего фермента по артериальной гипертензии «Что нужно знать пациентам?» я рассказывал, когда и кому с артериальной гипертензией эти препараты более всего подходят и как их нужно принимать. В видео лизиноприл и гидрохлортиазид при артериальной гипертензии «Лучше в одной таблетке» на примере лизиноприла я показал, что эффективность этих препаратов существенно повышается в комбинации гидрохлортиазидов и что удобно использовать именно такие фиксированные лекарственные формы, когда два активных действующих лекарственных вещества заключены в одну таблетку. При этом я акцентировал внимание, что блокады рецептора ангиодензина-2 использовать вместо ингиби-транзитопрощающего фермента стоит лишь тогда, когда прием последних приводит к побочным реакциям, прежде всего к сухому нацадному кашню и когда от их дальнейшего приема приходится отказываться. Приоритет на значение ингиби-транзитопрощающего фермента перед блокадами рецепторов ангиодензина-2 я объяснял академическими соображениями ценой препаратов этих групп, где первое сравнение со вторыми стоит определено дешевле и необходимость долговременного, годами, десятилетиями приема в контроле артериального давления при гипертензии приводит к тому, что в итоге различия в затратах на лечение первыми и вторыми становятся космическими. Понятное дело, под давлением производителей, при их причине не вижу, значительная часть врачей, сразу скажу, в мире врачи везде одинаковы, все мы люди, тем не менее назначаются им пациентам, блокады рецепторов ангиодензина-2 не испробовали возможности значения ингибитора ангиодензина-прощающего фермента. Его журнал Американской медицинской ассоциации публикует статью «Ассоциация между ингибитором ангиодензина-прощающего фермента, блокадами рецепторов ангиодензина и самоубийствами». В статье приводятся данные, а изучалась популяция в возрасте от 66 лет, в соответствии с которыми частота самоубийств, у принимавших плокаторы рецептора адензина-2 была более чем в полтора раза выше, чем у принимавших ингибиторы адензин-прощающего фермента. Брались во внимание случаи непрерывного лечения препаратами обеих групп от 100 дней. Сразу замечу, авторы статьи нашли объяснение полученным ими результатом в особенности фармакокинодеки и фармакодинамики препаратов обеих групп в отношении головного мозга. На деталях внимания заострять не буду, но статья открыта в доступе и желающие ее могут прочитать. Эдскей привлек к обсуждению статьи двух экспертов, которые высказали до сей счет свои сомнения в отношении представленных результатов следующим образом. К сожалению, такие статьи публикуются. Примеры могут быть доказывающие связь кофе с раком, но обычная ассоциация такого рода не соответствует действительности. Они также подчеркнули, что блокаторы рецептора адензина-2 используются клинической практикой с 80-х прошлого века, что опыт этот позитивный и что они не собираются в своей практике отказываться от их дальнейшего назначения пациентом. На замечаниях экспертов авторы статьи выставили контрдоводы, что дисследование было тщательно проведенным и что у них нет сомнений в полученных результатах. Время покажет, на чьей стороне правда. Хочу заметить, что это никак не единственная публикация, где поднимается опасность повышенного риска суицидальных попыток при лечении блокаторами рецептора адензина-2 и в качестве примера могу привести вот эту работу. Как бы там ни было, останется до точки зрения, что в контроле артериального давления при гипертензии, когда есть показания, вы должны начинать с ингибиторов адензин-прощающего фермента и переходить на блокады рецепторов адензина-2 только лишь тогда, когда от первых силопобочных эффектов приходится отказываться. Замечу, что таких случаев будет не более 7 на каждые 100 пациентов. Этот подход и дешевле, и риски суицидальных событий, дыма без огня не бывает, существенно ниже. Кто вооружен, тот защищен. Напомню, медикаментозная терапия эффективна, когда осуществляется на фоне следования рекомендациям здорового образа жизни, когда диета, физическая, ментальная и социальная активность соизмеряются с ресурсами здоровья и направлены на их повышение. Не забываем, что лекарственные препараты, естественно, периодически меняют друг на друга, тогда и пользы больше, и риски побочных эффектов определенно меньше. Вопросы, замечания, предложения жду в комментариях под видео. За подписку и распространение спасибо. И да пребудет с вами здоровье.